здравствуйте здравствуйте уважаемые рады видеть вас театре юного зрителя 20 21 июня в сараторском тюзи состоится самая интригующая премьера нынешнего театрального сезона эго-комедия без ума от горя по известной всем комедии Александра Грибоедова режиссер постановки Максим Миломедов главный режиссер старолитоматского русского драматического театра лауреат российских и международных театральных премий над постановкой работали художник Филипп Шейн художник по костюмам Денис Шевченко художник по свету Эмиль Абраменко хореограф Дарья Вергизова композитор Андрей Александров спектакли заняты большая часть труппы наших талантливых артистов я думаю программки вы почитаете не буду сейчас перечислять ну а сейчас все вопросы я думаю что при желании принципе вы можете посмотреть сегодня спектакль вот и воочию увидеть тех артистов которые будут перед вами как говорится играть этот спектакль но сегодня у нас я так понимаю утром состоялся первый прогон да есть риск что всегда в театре страшновато второй прогон это конечно есть риск определенный но мы не привыкли отступать мы привыкли преодолевать трудности и надеюсь что все таки сейчас как раз вот второй прогон он будет более осознанный чем первый да и после замечаний Максима он начнет расцветать и после спектакля будет обсуждение с артистами с постановочной группой и к нам в гости приехал известный театральный критик Павел Руднев так что вы тоже можете услышать его мнение впечатления и задать многие какие-то вопросы вот а сейчас если у вас есть какие-то вопросы первый прогон это значит мы сегодня к сегодняшнему дню сдачи собрали спектакль бывает такое что режиссер выходит на прогоны за неделю до премьеры бывает за три дня бывает что в день вот но если говорить с точки зрения первого показа который будет и я сам буду смотреть свой спектакль в первый раз вместе с вами со зрителем потому что спектакль случается в зрительном зале как говорили великие да наши люди режиссеры поэтому для меня первый прогон и будет сегодня вот сейчас через час вечером до этого были отдельные сцены сегодня был утром был прогон мы первый раз собрали все это собрали посмотрели все целиком без остановок теперь вечером мне самому очень интересно понять те смыслы юмор грибоедово как мы прочитали работает это или не работает я уже да да больше в костюмах гриме в декорации гримах и костюмах я так понимаю что еще первый прогон это были но сейчас максим имеет ввиду что собрался свет собрались все костюмы реквизит декорации то есть это все это проверка на вас будет как завтра мы вынесем этот спектакль на суд уже зрителя который за свои наличные деньги или электронные покупает билеты такое бывает у меня уже были истории когда мы делали спектакль и были предпремьерные показы у нас сегодня один показ бывает их два три и ты проверяешь и смотришь я помню что там спектакли смердяков который мы делали по братьям карамазов я переделал финал поменяв две сцены местами и это было после после трех спектаклей уже сыгранных уже премьера и мы меняли свет меня лет и я говорю давайте попробуем мы проверили это было намного лучше спектакль такое бывает не знаю повезло нам или нет в этом смысле но уже максим вряд ли что-то будут поменять нет 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 впереди большая ночь сегодня я посмотрю что работает а что нет и возможно мы ночью переделаем спектакль и завтра на премьере будет другой спектакль бывает все вы можете сегодня прийти посмотреть и завтра посмотреть сравнить конечно да найдете 10 отличий с блокнотами сядете в зал будете записывать все что касается эго комедии без ума от горя и так далее это такая игра игра мы к этому серьезно не относимся но когда мы читали это произведение искали думали как мы это будем выражать какими смыслами мне показалось что горе от ума и значит эта игра слов сегодня без ума от горя какой-то чувствуется в этом какой-то нерв сегодняшнего времени и взаимоотношений главная линия которая про кого мы будем делать этот спектакль это про соню и про чацкого ну по крайней мере нам так хотелось и надеюсь что сегодня в зрительном зале я это пойму получилось это или не получилось и пьеса то ведь про чацкого ну грубо говоря вот горе от ума общество да а про эгоизм проекта комедия про комедию это два человека которые друг друга любят любили с детства но потом когда мы вырастаем потихонечку начинаем любить не только кого-то начинаем любить себя начинаем у нас много к себе каких-то требований и так далее вот и мне показалось что сегодня время где как-то спектакль в любовь но мы хотели понять что же мешает людям любить вот над этим мы размышляли я вообще стараюсь ничего не бояться я вообще бесстрашный человек потому что так много страхов так много страхов если я буду на этапе постановки бояться я вообще театр это укрытие от страхов поэтому я бегу в театр репетирую чтобы только не бояться как только прихожу домой сразу дрожу сразу страшно поэтому мы об этом не думали мы занимались всегда артист ну то есть сравнивать вот у тебя это была роль это была роль такое бывает но чаще всего артисты хорошие артисты они всегда хотят и то что они уже заходили в ту воду в которой уже репетировали и амплуа которая уже вроде бы как прилипла к ним в театре они всегда хотят его как-то ну сбросить что то пойти в какую-то другую сторону какой-то неожиданность вот и мне кажется здесь артисты абсолютно готовы к этому они открыты не готовы и мы мы хулиганили пробовали идти в неожиданные какие-то моменты получилось или нет опять говорю сейчас посмотрим через 50 минут да что значит для вас прихнуть пыль как обозначенных пресс-релизии и как наслабится современность как вы отдыхаете дух современного города и будет такую установку который имеет очень серьезную историческую составляющую спасибо вопрос понятен когда я делаю беру какое-то классическое произведение она меня чем-то заинтерес как бы вот но ты влюбляешься в него интересует тебя ну или интересует и на нем есть уже пыль исторического контекста постановок предыдущих и так далее режиссер всегда понимает что хочется сделать ну как-то по-новому по-своему по свежему как-то взглянуть на это и те проблемы те болевые точки те мысли которые меня сегодня волнуют я читаю если сопрягается я это делаю выражаю например вот просто приоткрою заслонку известная фраза поди-ка послужи служить бы рад прислуживаться тошно разговор про службу про военную в моем контексте в моем спектакле это про службу любви и он говорит вот тебе дочка вот тебе богатство служи любите друг друга а он говорит служить бы рад но я не хочу прислуживаться на читать что он будет прислуживаться если будет уязвим если будет любовь гордыня сегодня это современно так вот на этом примере я вам отвечаю что мне исторический контексте там было про войну на читая должен обязан взять и про войну нет а у меня вот про это и эти смыслы могут можно играть совершенно по-разному текст тот же смысл открываются новые которые мне которые меня интересуют меня болят сегодня абсолютно абсолютно и любовь и абьюз все все есть все есть просто опять я подхожу к этому не с точки зрения так сейчас бы чтобы современненько я не иду я иду от себя я иду от интуиции от того что я чувствую я понимаю взаимоотношения папы и дочки я понимаю что мне не интересен папа который просто дудит мне интересен папа который остался с дочкой вдвоем тем отцов и детей мне это интересно у меня это в моей жизни так происходит спор с папой что есть хорошо что есть плохо и так далее так далее тема отношений которые всегда нас преследует найти человека с которым ты будешь всю жизнь а как надо служить или прислуживаться друг другу и так далее так далее вот здесь эти все темы есть и мы насколько хватил времени таланта у нас раскрыть это с точки зрения театра потому что я могу очень красиво сейчас разговаривать про темы она даже еще думать выразить чтобы это было чувствительно в зале в зале должны не смотреть а просто до понял понял головой а чтобы это проходило через зрителей вот поэтому посмотрим я серьезно я сам не знаю но те заряженные ружья с артистами которые мы были я надеюсь что они сегодня будут выстреливать в зал в сердце и будут попадать потому что ну как бы сегодня мне кажется ты делаешь спектакль я сегодня то что я делаю мне это необходимо мне самому как говорят режиссер это идеальный зритель значит я надеюсь что и буду найдутся люди которые тоже сегодня это необходимо насколько это будет актуально да да и пьесе если вы помните исполняется в этом году 200 лет ровно и ее александр сергеевич в двадцать втором году начал писать в двадцать четвертом насколько там ее закончил и пока она вышла на сцену я не помню сколько там времени прошло потому что она изначально была запрещена эта пьеса ведь пьесе там это как бы романтический герой который пытался разрушить существующие устои существующий мир и взгляд и говорить и не соглашаться с тем что как бы происходило сейчас а он пытался как молодой человек какие-то свои лозунги из какие-то свои взгляды диктовать и возносить как говорится предлагать права времени тогда вот да поэтому как насколько сегодняшним зрителям это будет актуально не знаем мы тоже хотим посмотри послушать и дыхание зала услышать и мы понимаем что это недавно еще входило в школьную программу вот и надеемся что и для школьного возраста это должно быть интересно и для взрослого зрителя это тоже должно быть интересно вообще когда мы договаривались по поводу этого названия вот тогда у нас был страх тогда максим долго не соглашался говорил что я не знаю я не знаю я не знаю и и все и с того момента стал бояться уже я потому что я еще я еще не видел что он сделал как художник как автор уже как вот спектакля вот поэтому я вместе с вами буду сидеть переживать и мне очень бы хотелось чтобы это пьеса имела конечно же успех ради чего мы все театре и работа и и и по молодежи прочитали и в темпе сыграли это было что 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 знаете что вы принимается по на малой сцене что принимается подается молодежи там многие вещи простительные которые на вы не простите вот суровые критики театрами вот поэтому 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 у нас мы должны быть во все оружие мы должны быть готовы и мы должны этот тут уже по взрослому как бы к этому относится в ранней редакции он был не чатский а чатский да то есть от слова чат из чаде ада то есть он был запущен в московскую эту атмосферу как такой вот прям вот с шашкой всех порубить и известна еще оценка софья данная пушкина вы знаете милицеприятный совершенно дал мне характеристику у вас не учитывается какие-то эти мнения которые фигурировали раньше шаблоны что-то такое понимание который был раньше исторически сложился сложился вокруг этой вы заново то есть у вас вот главный герой на самом деле любящие люди которые себя ищут там и проходят какие-то испытания что на самом деле софья непорочная и чисто получается да сегодня когда люди не недавно позвонила педагог из екатеринбурга и гулят ума ставлю я надеюсь у тебя соня любит чатского чатский да конечно это уже человек который знает что делают соню всегда распутный что это неинтересно интересно когда люди интересно про любовь которые сегодня на мой взгляд дефицит и если молодые люди артисты попробуют смогут это организовать почувствовать в себе и сыграть это чтобы была энергия друг друг с другом и при этом будут бороться со своим эгоизмом и с собой всю жизнь а почему я должен первый тебе открывать дверь потому что ты мужчина ты я слава полу а почему нет сегодня очень много конфликтов и не сос потому что люди они любят они они хотят любить но им мешает они же сами скажите пожалуйста вы говорите что вы сейчас предложите нам свое прочтение свое видение то что вам важно то что вас зацепило а с актерами как то вот это вот соотносилось то есть чтобы они нас зацепили да им нужно чтобы тоже было это важно вы когда подбирали актеров это учитывали как как это прорабатывалось вы как выбирали актеров или разговаривал бы или я с ними найти темы которые меня тревожат первый вопрос выбирали актеров директор главный режиссер говорили кто предполагаемо может сыграть подсказывали психотипы да после этого я пробовал проверял кого-то менял долго то есть это все равно некий кастинг уж я не был я не знаю артистов сколько трупов да вот а второй вопрос когда мы разговаривали я вообще такой режиссер который на первой же репетиции оказывается с артистами в неком поезде когда мы оказываемся в поезде с кем-то мы начинаем открываем так чужой человек а мы открыли колбасу ну слушай гриша он меня не любит и мы начинаем с первого же как мы только тронулись мы открываем всю душу это наши психологи бесплатные мы больше больше человека не увидим в поезде и мы все открываем поэтому я рассказываю все свои очень индивидуальные интимные какие-то вещи своей души которые происходили я рассказываю про себя про развод про маму про детство я рассказываю людьми заряжая когда они смотрят это я понимаю что у них тоже есть не похожие ситуации они тоже находились в этом поле все находились в детстве у всех был первый поцелуй все ругались и были конфликты с мамами если вот эти темы которые ну редко кто обходит первая любовь как чаще бывает безответные так далее так далее мы разговаривали конечно я делился с этими историями ребята некоторые рассказывали как у них артист мне сказал вот один щедрин мы репетируем репетируем я говорю вот надо дочку дочку надо играть а мы репетируем репетируем это это и вам такой потом в конце репетиции говорит я дочку в кино не могу сводить я говорю вот я говорю вот что надо играть сон понимаете есть такие вещи которые мы тоже другая артистка мне сказала что мне говорит сын сказал в своем театре репетируйте жизни не видите а жизнь а а а а показываете нам жизнь какая жизнь на самом деле вот она и в этом тоже есть наша наш как бы парадокс такой как бы такая насмешка судьбы показываем хотим показывать жизнь как любит а на самом деле не успеваем любить почему уже репетиции вот и когда ты сталкиваешь когда ты знакомишься с артистами ты открываешься вы разговариваете конечно связи не просто так фамусовское общество дворяне и так далее это все далеко от нас а мне хочется разговаривать о человеческих взаимоотношениях о родителях о детстве работе нашей каком-то времени в котором мы живем о ритмах а что сегодня вообще интересует человека мы об этом общаемся параллельно репетируем пробуем мне интересно если я даже не спрашиваю я вижу по глазам артистов в них попадает то что я говорю или не попадает вот и у меня вот просьба все-таки я как директор прошу вас по возможности вот прям этим сейчас мы собрались как бы пытаемся из максима вытащить а что мы увидим а какие они а у нас есть возможность прийти самому посмотреть и сделать какой-то вывод потому что иногда я уже опытный как бы артист иногда я читал заметку например на спектакле пересказанные подругой или другом вот я понимаю что человек вообще не смотрит спектакль так вот я вас прошу прежде чем кто-то у нас писатель говорит посмотрите пожалуйста сделайте вывод личный а не искать чего-то пересказа вот не как говорится не опошляйте свою профессию пожалуйста не бывает и они не все конкретно это него это но я знаю просто я не несколько случаев у меня в биографии было когда я читал заметку о спектакле театра драмы и понимаю что это с пересказа потому что даже не точные выводы какие-то не точные повара ну то что там рассказано было явно подруга рассказала которая по телефону пересказала подруга которая посмотрела этот спектакль правда правда это точно так бывает да пожалуйста не допускаете что автор этой рецензии ну скажем так заметки о спектакле наблюдения просто пошел не то что на поводу а пошел за автором и постановщиком который проимпровизировал много в общем-то щедро и собственно говоря и претензент пошел я в жизни бывает жизнь складывается из таких пазлов из таких как говорится как это лоскут лоскут лоскутков что в жизни все можно как бы все предположить можно я просто говорю что у вас есть эта возможность прийти на спектакль посмотреть а вот и сделать уже тогда свои любые выводы из естественно я не не уговариваясь на какие-то любые выводы мне просто очень бы хотелось чтобы этот спектакль как бы ну отозвался у нас вот у себя лично у каждого лично все-таки зря нарисовать хорошие все-таки вот делать происходит в саратове ставить выпьесу спектакль саратове и в какой-то степени на московскую комедию считаем саратовская потому что этот замечательный посыл финальный вот он у вас каким образом фигурирует какой смысл вы вкладываете в эту отсылку софья саратов у вас там какой-то особый подход и особый взгляд на я четверостишки я понимаю у нас его не будет я вас огорчу или обрадую я не знаю мы так сочиняли спектакль что мы я думал меня все спрашивали тюре а как же вы сделаете вот тетки в душ саратов спектакль иногда так иногда спектакль что-то тебе говорит как вот ты начинаешь его делать и появляется какая-то логика и и надо послушать что он тебе говорит иногда твои это сложно твои режиссерские придумки не работают и ты очень хотел вот это сделать но ты смотришь спектакль и говорит этого не надо и приходится убирать тяжело сложно вот здесь наш спектакль финал это же финале происходит мы от этого отказались в угоду спектакля если вы посмотрите вы и вам не знаю вам в этой истории попадет вас вопросов не будет почему мы не делали этот этот монолог фанусова так скажем вот самое главное стараться быть художником очень хочется и как сказать не обслуживание обслуживать вот эти вот значит автора вот значит надо мышь вас в саратове значит надо что-то придумать про саратов надо и будет каком да потому что все вот ну сейчас дождутся думал я про это да ну спектакль мы делали 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 я просто понимаю что этого не надо поэтому поговорите с ним если он что-то вам расскажет про вас про вашу жизнь тогда нормально а так какие-то игрушки у нас это подарок вот я готовил этот подарок максим у меня вопрос к вам вы работали с композитором с хореографом да и текст поэтически как вот этот симбиоз он вас на что-то подталкивал либо наоборот были какие-то сложности я чай я ищу свою команду я молодой режиссер пробую разных художников одного другого бывает что вы не совпадаете так далее говори час с кем у меня возникает симбиоз как вы сказали с кем-то не возникает для меня главное найти соавтора найти человека который может быть хореографом но он не будет делать мне танцы условно да композитор не буду тебе так скажи мне музыку какую быструю тихую так далее ты разговариваешь с ним сначала смыслах о чем-то возникает возникает какой-то образ мы например делали марсианские хроники и андрею александрову я сказал моему композитору что он чё делаем я говорю балалайка в космосе горю летает как спутник одинокая балалайка он говорит спасибо я понял спасибо много информации что-то еще будет я говорю не знаю я говорю слышу одну балалайку земля земля не на марсе смотрит на свой шарик который уничтожили и одна балалайка он через две недели принес мне музыку он нашел эту балалайку в космосе вот так мы работаем не всегда это получается имеется ли не себя возникает сразу но когда возникает ты говоришь художнику сценографу ты говоришь например с филиппом мы сейчас будем делать в губернском театре у безруков будем делать дон жуана мальяровского я ему сказал кладбище искусств и говорю все уже ничего не работает не театр не музыка не культура руины и он сделал из на сделал пространство где разрушенная церковь где в ней внутри колокол колокол уже значит это и он сделал такой такой то ли интерьер то ли экстерьер но уже святого ничего на земле не осталось потому что дон жуан как разрушитель он необходим сегодня всем он он сегодня победитель и вот как нам собрать это все как нам снова поднять колокол как снова его отлить как снова прийти к этому вот вот интересно как мы это будем делать можно еще один вопрос который наверняка у всех присутствует но вот название мы как бы вернусь к названию горе от ума уже два века уже критики и театроведы и литературоведы все обсосали и как бы каждый сдал свое объяснение почему горе и от какого ума а вот без ума от горе и твое авторское видение вот расскажи чтобы люди услышали из первых уст вот это когда мы шутили это была шутка я пришел сказал а давайте сделаем название без ума от горя я знал что откажутся не пойдут горе от ума классика и мне сразу же директор за флит интересно а чё я такой я шучу нет интересно расскажи почему я начинаю на ходу говорить не как бы когда игра это игра слов это возникла без ума от горя и гну сегодня кажется сегодня время такое что мы получаем удовольствие когда кому-то причиняем боль когда кому-то плохо не вот актриса говорит ну чё мы смеемся что мы смеемся потом мы репетируем я упал все заржали я говорю ну я упал мне больно они ржут я грика какие вопросы у вас ко мне могут быть это еще чаплин всем рассказал когда человек падает мы начинаем смеяться это у нас это что-то с нами потому что мы абсолютно несчастны потому что мы абсолютно мы тоже хотим тепла и когда подружки собираются ну что оксана как твой развелась развелась ну ка расскажи а как начинают получать колоссальное удовольствие от горя они без ума от этого горя но не неплохие люди они просто понимают что я теперь тоже не одна теперь оксана со мной вместе потому что я-то развелась уже лет пять назад вот это этот нерв времени под этим названием безума от горя я почувствовал и предложил театру на что они согласились ну давайте еще один вопрос просто сейчас уже это начнется да давайте так по вашим правилам как в поезде вы меня не знаете я вас не знаю то есть я вижу что одаренный молодой человек может даже талантливый так на полях разговаривать а теперь спектакль совершенно но я всегда очень внимательно слушаю что говорят на самом деле главные режиссеры которые берутся за классику и как сейчас юные коллеги вы сказали страшно напрягает когда мне стоять слышишь я подумал я почувствовал я захотел мой спектакль моем спектакле этим строчкам место нет у меня вот такой подход я так вижу а песен 200 лет грибоедов великие это шедевр и вы на полном серьезе думаете что то что вы подумали почувствовали может быть без обид может быть важнее и серьезнее и глубже чем грибоедов да вот на полном серьезе вы меняете название вы выбрасываете строчку про которую знает весь мир весь литературный мир что кончается животных нет качается другим кончается кончается другим простите там не буду вот вы на самом деле думаете что вы создаете свой спектакль до этого из праздность а Да. Без обид, извините. Да, 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 да. И военного обслуживать обязаны. Душникова обслуживать обязаны. Да. Может быть, какую-нибудь Ярославу Полиновичу не обязан обслуживать. Нет, тоже хорошее. Может быть, вы более создаёте с вами. Вы знаете, если коротко, ну, время просто, да? И извините, ради бога, что я вразрез. Ну, напишите своё, ваша команда, напишите своё произведение дронатургическое. Создайте со своими. Так мы написали, написано сценическая версия, там написано. Нет, напишите своё. Зачем уродовать чужое? А почему уродовать? Зачем выделите боец? Подождите, почему уродовать? Вы видели? Вы спектакль не видели? Говорите уродовую. Подождите, я же вам сказала. Я не хочу, я не хочу вас ждать. Тогда извините. Извините, вы извините. Тогда зачем вы нас позвали? Вы извините. Тогда зачем мы здесь, если вы не хотите... Вы говорите, вы не задаёте вопрос, вы говорите по факту о спектакле, который мы не видели. Вы сказали, что я должен обслуживать Пушкина и Достоевского. Нет, не должен. Они живые, они не гении, они живые люди. Они тоже писали и какали, и сексом занимались, как я. И я современник. Но мы про это так знаем, без вашего крика. А я вам объясняю это. Я вам объясняю, что я обслуживать никого не должен. Не должен. Я с Грибоедовым в поезде не разговариваю. Я разговариваю с артистами, с художниками, с живыми людьми. Они уже в могиле. И вы у них не спросите. И вы не представитель Грибоедовы. Нет, конечно нет. Но сейчас мы с вами здесь. Почему не нужно спокойно про это говорить? Потому что вы меня завели. Потому что вы меня начали оскорблять. Что я уродую Грибоедова, а вы еще не увидели его. У меня нет никакой задачи вас как-то задеть. Ну а вот так получилось за деле. Ведь я завелся. Я живой человек. Может быть так и получилось. Я вам несколько раз сказала без обиды. Но это всегда, когда человек относится к классике, вот так, что это мой спектакль, я так вижу, я так слышу. Этот вопрос всегда подневольно возникнет. У всех. Какой? Понимаете, что далеко ли я так не поеду или близко. Это на самом деле то, что он написал. Это можно после увиденного только сказать. Потому что он написал горе от ума, а вас без ума от горе. Понимаете, доброжелательные это говорили. Я не хочу вас ничего обвинить. Но эти вопросы обязательно возникнут. И те, кто придет и будет все 2 часа 40 минут. И те, кто не придет. Вы еще, посмотрите, вы еще не посмотрели и говорите, эти вопросы возникнут. Я ходил на спектакли, я ходил на спектакли с другим названием. Назывался спектакль... Хорошо, не помню. Было не то название, как было авторское название. Я посмотрел спектакль и у меня вопросов никаких не было. Потому что я сидел в конце, плакал и вспоминал про маму, про свое... И мне вообще было плевать, что написал на самом деле Пушкин. Потому что я сидел и я чувствовал, я видел. А если вы с холодным носом приходите, сидите и ищите, и ищите, чтобы в конце... Вы плеваете в этом разнице? Что мне не наплевать, что написал Пушкин и Грибайнин. Я на вашем спектакле в конце... Мне тоже не наплевать, я это ставил. Может, это приликий спектакль. Но почему-то, зачем-то я вам дала Грибайнин эту песню, когда она переделывалась? Не переделывалась. Не переделывалась. Нет, подожди, вы неправильный, вы неправильный... Не переделывалась. Не переделывалась, абсолютно. Я его не переделывал. Мы сейчас говорим голословно, потому что он говорит, что... Я художник, я нарисовал его. Светлана, вы не назовете ни один спектакль классический, в котором режиссер поучаствовал и который был бы досконально... В смысле, это тогда получается радиоспектакль проще всего. А театр, он предполагает... Читка, Читка это будет, да? Да, ну Читка будет же. А театр, он предполагает сегодня, сейчас, и он должен... Актуальность, поэтому он и классикой называется. Потому что он должен быть актуализирован. Если я уже ставлю любой текст, любой режиссер, это уже априори интерпретация, априори. Товстоногов делал спектакль, спектакль Горького. Ну что, холстомер был Товстоноговским? Это был его взгляд на Толстого через призму современного общества. Это взгляд. Я не знаю, текст. Я еще не видел. Но я надеюсь, что мы полюбим этот спектакль. Вот и все. Увидев его. Да, на этом закончим. Давайте в 6 часов. Да, начинается? Да. Спасибо вам большое. И еще раз хочу сказать, я ни в чей адрес не пытался бросить камень, ни в чей огород. И этих людей здесь, естественно, нет, про которых я говорил. И я хочу, чтобы их не было никогда. Спасибо вам большое. Спасибо. Напоминаю, что после спектакля будет обсуждение с артистами, с постановочной буквы. Попробуем, я вам хватит, да? И будет критик Павел Руднев. Спасибо.